Вы уже познакомились с историей улиц Короленко и Шершова. Все ролики этого проекта лежат в плейлисте «История одной улицы». Сегодня вашему вниманию Елена Дроздова представит обзор театрального бульвара из своего проекта «История одной улицы». Смотрим! Красивый и неповторимый город с богатейшей историей. Прогуливаясь по одним и тем же улицам Днепропетровска, можно каждый раз открывать для себя что-то новое. А можно делать это даже не выходя из дома. В эфире программа «История одной улицы». Театральный бульвар – один из знаковых городских объектов. Сегодня без него невозможно представить центр Днепропетровска. А ведь он появился на карте города всего лишь 30 лет назад. Театральный бульвар называют архитектурной неожиданностью второй половины 20 века. До этого он даже не существовал в проекте, а появился благодаря природному катаклизму. Дело в том, что первые 100 лет в истории Екатеринослава здесь стекла речка, превратившаяся в сточную канаву. Она вытекала из жандармской, ныне красноповстанческой балки, шла по линии современного проспекта Карла Маркса, сворачивая на месте улицы Ленина, пересекала Театральный бульвар и впадала в Днепр. Однако эта канава не всегда вела себя тихо. Во время наводнений она частенько выходила из берегов. 28 июля 1977 года над городом Днепропетровском пронесся невиданной силой ливень и произошло самое катастрофическое наводнение в истории города. И вот на месте Театрального бульвара существовало несколько жилых домов. Как известно, это наводнение затронуло подвальные этажи многих зданий, и они были очень серьезно повреждены. И вот после наводнения было принято решение снести несколько жилых домов по улице Ленина, чтобы затем уже на их месте пробить новую магистраль, которая соединила улицу Московскую и улицу Ленина. Творцы проекта Евгений Яшунский и Леонид Халявский. Название бульвар получают в честь находящихся здесь театрально-концертных помещений, одно из которых – здание Днепропетровской филармонии имени Леонида Когана, в которое и упирается бульвар. Историческое название – театр-клуб общественного собрания Екатеринослава. Здание построено в 1912-1913 годах по проекту Александра Гинсбурга и стало жемчужиной даже не городской, а мировой архитектуры. Зодчий предвосхитил будущий стиль конструктивизма, чрезвычайно популярный в Западной Европе в 20-30-е годы. Созданный из железа и бетона – синтез прямых и кривых линий. Наверху – плоская железобетонная крыша, где планировалось сделать каток, однако не судилась. Пресса расписывала его как чудо века – Екатеринославский небоскреб. А зал на тысячу мест с уникальнейшей акустикой принимал величайших звезд того времени. Таких зданий, в общем-то, на Украине нет. И вот к нам приезжали немецкие акустики, и когда они прошли в большой концертный зал, они сказали, что уникальность этого здания за счет этой вогнутости зеркала, этого блюдца большого, как мы говорим, звук, в какой точке бы вы ни находились, в какой точке, у вас идет стереофоническое звучание, вы слышите все одинаково. Возможность услышать, как звучит симфонический оркестр в этом уникальном зале, жители Днепропетровска потеряли лет 20 назад. Именно тогда зал в ожидании реконструкции законсервировали. Однако за все это время финансирования так и не дождались, несмотря на то, что здание является памятником архитектуры, причем национального значения. А коллективы филармонии вынуждены удовлетворяться малым залом, явно не предназначенным для симфонического звучания. А тем временем поговаривают, что некоторые европейские оперные певцы приезжают сюда, чтобы записать себя именно в этом зале, ведь такого звучания больше нигде нет. Безусловно, жемчужиной театрального бульвара является комплекс из двух театрально-концертных зданий. Это здание английского клуба, выходящее фасадом на улицу Ленина, и его пристройка – театр английского клуба. Строительство клуба или Дома офицеров, как его еще называли, началось в 1889 году, когда вышеобозначенная речка была заключена в коллектор, который и сейчас проходит под бульваром. Здание напоминает своим видом средневековый швейцарский замок авторства Александра фон Гогена – придворного архитектора-императора из Санкт-Петербурга. Каким образом его занесло в провинциальный тогда Екатеринослав, никто не знает, но его творение «Английский клуб» стало самым популярным заведением в городе. Клуб был всесословным. Это отмечают мемуаристы, члены клуба. Вот сюда принимали и дворян, и купцов, и мещан, и чиновничество. И вот Андрей Достоевский – это брат Федора Михайловича, который здесь работал у нас губернским архитектором в 1860-65 годах. Вот он пишет, что первое место, куда я пришел, это был английский клуб в городе. Меня познакомили здесь со всем городом. Здесь было до 300 человек членов клуба. Это очень много. И, конечно, он описывает времяпровождение, то есть это игра в карты, это употребление напитков определенных. Гостиница, ресторан, разнообразные залы, где выступают известные личности. В 1913 году клуб поднимает вопрос о строительстве своего театра. Пристройка в стиле неоклассицизма стала одним из красивейших зданий Екатеринослава, в котором в 20-е годы и размещается театр имени Шевченко. Ему исполнилось 100 лет, а он практически в первозданном виде. Это единственный сохранившийся интерьерный зал начала 20-го века. Зрительный зал украшают женские фигуры, маскирующие консоли. Наверху – балкон с уникальной решеткой. В 1979 году пристроена огромная часть в новом комплексе. А на фасаде появляются барельефы руки Днепропетровского художника Вячеслава Данилова, посвященные трем главным постановкам – «Гайдамаки», «Загибалекскадра» и «Навикой разум». А на вершине красуется скульптура «Музы» автора Юрия Павлова. А на фасаде две даты сооружения. Одна – основание английского клуба, вторая – театрального здания. Оба здания – памятники архитектуры национального значения. И если с театром все в порядке, то про здание английского клуба этого не скажешь. Несмотря на историческую ценность, сегодня здесь располагается склад одного из банков, а само помещение потихоньку разрушается. Местность театрального бульвара пережила три метаморфозы. Сначала городской квартал с проточной канавой, потом прогулочный бульвар и, наконец, разношерстный книжный рынок с магазинами. Театральный бульвар формировали как такой ландшафтно-рекреационный объект, то есть одновременно это функция отдыха и активный отдых. Значит, вот здесь были такие массивы зеленых насаждений, фонтан. Ну, следует отметить, что, конечно, облик его с того времени уже сильно изменился. Это вот торговая функция не предполагалась. В 2000-е годы со стороны улицы Московской начинается формирование сети торговых помещений типового характера – рестораны, клубы, магазины, которые изначально не предполагались проектом. А еще существует идея продолжения театрального бульвара, продлив его до улицы Юлиуша Словацкого. И эта идея даже начала воплощаться в 70-е годы. Однако не достигла своего завершения. Развалины летнего театра тому свидетельства. Возможно, в будущем идея таки будет реализована, и город получит новую удобную магистраль, которая сделает прогулки по центральным улицам Днепропетровска еще интереснее. На этом мы завершаем нашу прогулку по театральному бульвару, которая играет немаловажную роль в современной архитектуре 70-х годов – от позднего социалистического реализма до рыночного прагматизма. При этом хранит память о выдающихся зодчих. Однако мы не прощаемся и приглашаем присоединиться к нам ровно через неделю. С вами была Елена Дроздова. До скорой встречи на улицах Днепропетровска. Субтитры создавал DimaTorzok Скоро выйдет следующий ролик с историческим обзором очередной улицы. Что это за улица? Подпишись, нажми на колокольчик, и тогда точно узнаешь, о какой улице пойдет речь. Я Виталий Пескун и канал Vitalway. Подпишись. Продолжение следует...